Важное изменение, изменили награды за убийство бандитов, то есть вот теперь за того же крайлиста 6% атак спида и сотворение чар 3% вернутся от атак, 6% повышение скорости передвижения, то есть более такая, ну выбор уже другой, то есть не знаю, тут уже нужно смотреть на самом деле. Обычная дуба оставлял в живых, а тут я не знаю, может реально крайлиста оставить. Дает антиопа, по-русски антиопа, плюс 5 к регену маны, плюс 20% глобального множителя крита и плюс 15 к резисту 7 стихием. Офигеть, вообще, типа другие бонусы, да, вот раньше вообще не сравнится, раньше она просто ману давала, то есть теперь вообще другое, да, то есть крит, резисты. Я даже не знаю, может ли я какого-нибудь жреца, уп, это собственно последний бандит у меня остался, это первая сложность, конечно, но по хп видно, что первая сложность. Что он нам даст? Да, я их убил, регенирую, регенирую, это 1% здоровья в секунду, ни хрена себе, 2% снижения физурона и 20% увеличения. Так-то, так-то нормально он дает больше, чем обычно, вот насчет других хз, вот я, как правило, дуба всегда оставлял в живых, я силовиками играл. Нормально он так дает. Ачивки всякие сейчас выполняются, ну да, да, так-то нормально вообще. Следующее изменение, получается, это бандиты, да, теперь канализация. Вот видите, теперь у меня 2 бюста, да, 2 бюста, оба в одной канализации, то есть и бессмертная преграда. Вот видите, портал и бессмертная преграда, это все в одной канализации, то есть сразу же в первой. Это реально удобно, то есть теперь, получается, может быстрее проходить третий акт. Сейчас урона маловато, но что, у меня пушек, пушки хреновые одет. Наконец-то вот новые локации начались, да, теперь четвертый акт, это не является концом, да, то есть переходом на другую сложность. Это просто открывает, ну, у меня пока, я только перешел, тут еще не отображается, но вот акт пятый теперь. То есть там вот эта вот вождь, да, вот эта баба, акт четвертого, она портал никакой не создает. Вот так качают отемщиков, в принципе, я как и говорил вроде. Вот такая снежная локация, ну, вроде это было в роликах. Попой, вот, то есть это не новинка, да, то есть вот эти вот, вот эта снежная локация, в принципе. Было понятно и так, что она будет в новой пое. Новые мобы. Вот эти на сендерменов, похоже, длинные. 38 уровень. Не знаю, посмотрим. То есть это, получается, и новые боссы будут. Ладно, я спойлерить особо не буду, на самом деле. Момент вообще, возвращение в Ариад, то есть я, наверное, так и назову серию, да, типа, видите, возвращение домой. Я сильно спойлерить не буду. Мы успешно переместились в Ариад, но оказались в ловушке. То есть, по сути, я вернулся обратно, да, вот, откуда, так сказать, депортировали, да. Вот мы успешно вернулись домой. Отлично, почему бы и нет. Такая городская локация, по всей видимости, будет. Ну, не буду спойлерить сильно. Мне это напомнило, как Супермен. Или этот, блядь, Терминатор, нахуй. Тоже такой в земле, такая выебина в земле осталась. После телепортации. Ну что ж, вот последний босс. Офигеть! Офигеть! Ладно. А что-то я в охуе был, а как так? Я, короче, запись включил просто. Он меня почему убил? Потому что я запись включал. Я отвлекся. Включи, это верховный босс пятого акта. Вот, акт пять. Ну, я бы не сдох тут. Это, кстати, первая смерть моя, вот, за 41 уровень. Я почему сдох? Потому что отвлекся. Запись включал. Короткий акт оказался. Я так понимаю, это же финальный босс, да? Если это так, то очень короткий акт. Вот это на Адзири похоже. Адзири также, типа, зомби призывает и хилится, типа. Неуязвимой становится почти. Похоже на Адзири. Варчифом играю. Ебать. У него, короче, какие-то атаки, пиздец. Вроде какие-то не очень, а какие-то почти ваншотят. Вот этот лазер ваншотит. Во, вот эта хуйня ваншот. У-у-у-у, нифига себе. Пиздец, офигеть. Круче, надо должен отдать разработчикам. Они сделали такого жесткого босса. А где он? Невинность. Бог Император Речность. У него, короче, как у Доминуса. У него несколько форм. Как у Доминуса. У-у-у. Офигеть. А это законно вообще? Хотя я без резистов играю. А это законно вообще? Интересно. Видите, одна форма его сдохла. Косит, типа, подневинного. Хотя, на самом деле, он плохой ублюдок. Он, короче, вот этих коруйцев, да, вот дикарей вот этих убивал, там, пытал. Такая тема. Потому, типа, надо ему отомстить. Все по понятиям. Короче, это пиздец. Я раньше думал, что Доминус самый сложный босс. Сложнее Малахая, кстати. Но... Что-то, видимо, нет. Я не знаю, как я на хардкоре буду его убивать. Наверное, мне надо попрактиковаться. Честно, это хорошо, что я на софте играю. Хотя, ну, если бы я играл на хардкоре, я бы и резисты себе... У меня просто резистов очень мало. Я бы и с резистами бегал. А не забил хуй, как тут. Да, это жестко. Вот эти фиги, от них нужно убегать. В принципе, не так сложно. Тут практика нужна с этим боссом. Просто знать, что он может... Потому что он может и неожиданно ваншотнуть просто. Я даже не ожидал, что от него сдохну, кстати. Я не знаю, сколько у него форм. Обычно две формы у всех боссов. У этого... Может, больше. Все-таки новый пятый акт. Мне кажется, у него голос, как у Доминуса. Он так разговаривает. Тот же челик озвучивал, может. Да, вот от этой херни убегать, конечно, надо. Я еще, притом, с големом бегаю. Который... Который меня регенит. Ну, с каменным. Да. Это самый сложный босс. Я беру свои слова обратно. Вот это самый сложный босс. Не Малахай там или еще кто-то. А вот. Вот этот. Это самый сложный босс. Из всех в пое. Инносенс. Я больше не... Че, ты все, что ли, тварь? Поговорите с грехом. Видите, у этого челика, типа, несколько форм. Невинность, грех. Я грех забыт. Если бы еще человечество могло забыть все мои проявления. Множество и помощь этому все сучнено произойти. Ослепляющий свет померка. Темнота нахлынула и заполняет пустоту. Пороченный и безрассудный устроили пир. Здесь своего священного господина. Невинность, светлого китавы. Если китава примет их приглашение, у всех у нас останется лишь одна тонкая лучшая надежда. Символ чистоты моего брата. Ищи его в удушающих проявлениях на боженстве жрецов. Символ станет твоим факелом, когда наконец-то опустится ночь. Падение Риата. Хоть я и бог, но свою человеческую суть не забыл. Мне не все равно, кем я был раньше. Китава не помнит ничего, не думает ни о чем, кроме голода и алчность. Он бездонная ям. Возвращайтесь назад через суды жрецов. Надейте косницу, обащите косницу в поисках символа чистоты. Короче, я не уверен. Я думаю, что это финальный босс. Но что-то я не уверен. Босс оказался не последним. Ну, я так и подумал, что что-то слишком короткий акт получается. Вот, получается, Китава это самый последний босс. Для этого вот квестовый предмет нужен, символ чистоты. Колыбель чистоты. Ну, я так и подумал, вот вставили этот символ. Какой-то босс. Это статуя огромная. Китава. А, это есть... Это есть Китава просто в другом обличье. Китава ненасытный. Тут, короче, в чем суть? То, что Китава решил есть людей. И... То есть, сжег, все разрушил. И, типа, стал каким-то супер ненасытным. Ублюдком. И надо его убить, чтобы все это остановить. Видите, символ чистоты нам помогает. А вот это настоящий. Есть же оружие Китава, да? Уники. Как минимум один молот, что ли, уникальный. Ебать. Я не понимаю, как меня так дамажит, пиздец. Я теперь думаю, вообще, на хардкоре играть или нет. Может, пока повременить. Реально сикотно меня так дамажит. Да, вот этот символ чистоты помогает как-то усмирить. Видите, как камера отдалилась? Раньше в ПОЕ такого не было. Чтоб камера так далеко была, да? То есть, она прям очень высоко поднялась. Схуя ли я так замедлен? Ебать. Я вообще дамажу, интересно? Вроде дамаг нормальный. Полторы тысячи даже больше. Китава оказался злым богом, в общем. Офигеть. Мне казалось, что до этого пиздец сложная хрень была. Офигеть. Короче, на донышке всё время. Я прям на тонкого играю. У меня чуть-чуть хп остаётся постоянно. В общем, вот этот пятый акт, да, это городская локация такая. Везде вот эти церкви, там, вот эти храмы ариатские. Площадь ариата, там есть город. Такая фигня. Каких-то иллюзий рабов своих призывает. Китава. Да, жёстко. Реально жёсткие боссы вот эти вот. Может, их потом будут нерфить, изменять, я не знаю. Либо это, мне кажется, жёсткие. Я всё-таки на софткоре играю. Я над живучестью персонажа особо не заморачивался. Хорошо, я ещё тотемщиком играю. Не в ближнем бою, типа дерусь. Может, всё медленно хп уходит. Вот сколько у него сейчас? Половину где-то я снял. Вот облик всё время изменяется. Типа он, китава, пытается прикрыться каким-то обликом, но... Возвращается постоянно. Достижение получено падение ариата. Куда это меня унесли? Грех. Короче, походу, вот этот грех, это единственный нормальный челик. Слушай, а чё за хуйня? Вы получили минус 30 к резисту всем стихиям, минус 30 к сопротивлению хаоса. Вы получили 50% увеличения стоимости дужки в мене вал. А это с хрена ли? Чё за хрень? Почему? Грех. Пастя трюки бога не пасты наследиться должно лишь отказа от борьбы. Мне дозволено предвидеть твоё воспарение. Ты покоришь вершину своей самой великой ошибки. И там вырвешь оставленную ножевую надежду и зубов бессмертного отчаяния. Далеко отсюда есть корабль, который плывёт к заставе львиного глаза. Зайди на её борт. Так я же был там на заставе. Возвращайтесь на рекласт на корабле. Лол. Я не понимаю. Это типа как сложный. Это типа сложность изменилась. Тоже там же в пое как типа три сложности и там резисты изменяются, да? А, смотрите. Ненасытный бог. Задание провалено. Типа я провалил кисть. Задание провалено. Китово уничтожил символ частоты. И теперь его нельзя победить. Отплывайте на корабле обратно на реклайс, чтобы найти вторую часть. Что ж, обратно. Что-то, да, конечно, жизнь гоняет нас. Ну ладно, как-то так. Обратно поплывём.